Всем привет! Сегодня мы приготовим три блюда уличной кухни разных стран. В общем, видео будет очень интересным. Поехали! Первое на сегодня это утка по-пекински. А это, наверное, самый необычный способ приготовления утки. Она даже входит в топ-100 блюд, которые нужно попробовать пока живой. В общем, поистине легендарное блюдо. Сначала утку разделывают, но необычно. А через надрез под крылом. Затем компрессором надувают под кожей. Окунают в сироп. И сушат утку около двух часов. Под вентилятором. В утку вставляют затычку. И наполняют ее бульоном. После чего она отправляется в печь. Периодически ее поднимают и водят над огнем. А горят там именно яблочные щепки. Чтоб придать утке небольшой аромат копчения. И только после всех этих действий утка по-пекински готова. Давайте все это повторим. Во-первых, сложно было найти непотрошенную утку. Начупываем у нее под крылом самое мягкое место. И делаем надрез. Через это отверстие мы полностью опустошили утку. Кстати, внутри нее было яйцо. Еще на этапе своего формирования. Кто не знал, вот так оно выглядит. Таким образом мы очистили три утки. Надрезаем по суставу их ноги. Ломаем. И дорезаем. Точно так же и с последней фалангой крыла. Она очень тонкая, поэтому просто сгорит. Утка подготовлена. Теперь нам нужен компрессор. Включаем его, чтобы набрать воздух в баллон. Теперь берем пистолет. Просовываем его под кожу со стороны шеи. И надуваем утку. Нужно, чтобы кожа отделилась и потом была супер хрустящей. Все, надутую утку прокалываем крюком через шею. Теперь нужно сделать специальную смесь. Состоит она из воды. Соли. И большого количества сахара. Включаем огонь. И ставим все это нагреваться. Как только закипело, можно окунуть уток в нашу жидкость. И поливать сверху половником. Вывешиваем уток на улице. И направляем на них вентилятор. Пусть обдувает. Корочка подсохнет, из нее уйдет лишняя влага. Часа через два поливаем опять нашей смесью. И опять вывешиваем сушиться. А пока утка подсыхает, мы сделаем бульон. Заливаем в кастрюлю около полутора литров воды. Открываем соевый соус. И вливаем миллилитров 50. Чтобы не собирать специи по отдельности, можно взять смесь для глинтвейна. Там есть все нужное. Бадьян, корица, гвоздика и имбирь. И последнее это соевая паста. Выдавливаем треть такого пакетика. А также дополнительно солим. Утку мы не мариновали. Она должна просолиться благодаря бульону. Все, бульон готов. Переливаем его в удобный чайник. Берем три винных пробки. И затыкаем ими утку. Чтоб потом бульон не вытек. Ну и в отверстие под крыло заливаем сам бульон. Готовить уток мы будем в тандыре. В принципе приготовления в нем похож на печь. Тоже нагреваются стенки, а потом они уже отдают тепло в утку. Берем дрова. И прямо целиком бросаем их в тандыр. Открываем поддув. Откручиваем газ в горелке. И поджигаем. Направляем горелку на дрова через поддувало. И благодаря хорошей тяге все очень быстро разгорелось. Горелку можно убирать. А сверху тандыр накрываем крышкой. Пусть она тоже прогревается. Спустя полтора часа дрова прогорели. Закрываем поддув. Ставим решетку. Снимаем уток. И опускаем в тандыр. А чтоб был небольшой эффект копчения, как от того огня в печи. Мы заранее замочили яблочную щепу в воде. Теперь сливаем воду. И высыпаем щепу на угли. Пусть она дымит. Накрываем маленькой крышкой и ждем. Изредка поглядывая. Прошел час и утки готовы. Только посмотрите, какая глянцевая утка получается, приготовленная таким способом. Вытаскиваем пробку, чтобы из нее вытек бульон. Профессионалы нарезают мясо прямо с тушки. Но, чтобы не потерять мясо, я сначала срежу грудки. Посмотрите, какое мясо сочное. А все благодаря бульону внутри. Нарезаем на кусочки, чтобы было и мясо, и хрустящая корочка. Перекладываем нарезанное мясо на тарелку. И можно пробовать. С уверенностью могу сказать, что это самая вкусная утка, которую когда-либо пробовал. Она максимально сочная. А корочка такая хрустящая и карамельная. В чистом виде мы попробовали. А теперь давайте попробуем, как ее подают в ресторанах. Нарезаем огурец. Лук-порей. Напополам вдоль. И на тонкие полоски. Берем лепешку. Смазываем ее соусом. У каждого ресторана свой рецепт соуса. Поэтому просто возьмем магазинный хороший барбекю. Палочками берем кусочек утки. Размазываем им соус. Выкладываем еще два кусочка на лепешку. Туда же лук-порей. И две полоски огурца. Закручиваем все это в мини-шаурму. И пробуем. Да, вот это идеальное сочетание. Не зря в ресторанах его едят именно так. Утку по пекински мы повторили. Следующее блюдо у нас тоже из Китая. А именно гонконгские вафли. В специальную вафельницу заливается тесто. Вафельница переворачивается. Когда все готово, ее достают. Наполняют мороженым или взбитыми сливками. Добавляют всякие фрукты, например клубнику. Посыпают сахарной пудрой и поливают топпингом. Такие лавки с вафлями есть и у нас. Поэтому я уверен, вы такое точно видели. Для теста разбиваем в миску одно яйцо. На весах отмеряем 115 грамм муки. Отправляем туда же. 27 грамм крахмала. Разрыхлитель. Всыпаем 10 грамм. Немного сахара. В мерный стакан вливаем 100 миллилитров молока. И столько же воды. В общую массу. Ароматизатор ванили. Открываем и пару капель в миску. Все это тесто взбиваем миксером. Отрезаем 50 грамм масла. Отправляем в сотейник. И растапливаем. После чего вливаем в тесто. И еще раз перемешиваем. Тесто готово. Переливаем его в мерный стакан, чтобы было удобнее. Берем вафельницу. Открываем. И тонкой струйкой наполняем эти круглые ячейки. В них еще можно положить начинку. Поэтому придется немного разорить наш фон для видео. Украв оттуда пачку МНДЕМСа. Открываем его. И бросаем по одной конфетке в ячейку. Сверху заливаем еще тестом. Размазываем. И закрываем вафельницу. Через пару минут открываем ее. И достаем вафлю. Перекладываем в бумажный стаканчик. И придаем форму, в которой хотите, чтобы вафля остыла. Вторую вафлю мы решили сделать шоколадной. Поэтому добавляем в тесто немного какао. И размешиваем. Заливаем тесто в вафельницу. И накрываем. Переворачиваем. Ждем пока тесто приготовится. И открываем. А эта вафля получилась еще красивее, чем прошлое. Тоже ставим ее в стакан и формируем. Для начинки будем использовать сначала взбитые сливки. Для белой вафли нарезаем клубнику на 4 части. И выкладываем ее сверху. Вторую поливаем карамельным топпингом. А в качестве начинки будем использовать вот такие трубочки. И печенье орео. Остается присыпать сахарной пудрой. Все, гонконгские вафли готовы. Набираем взбитые сливки с топпингом. Отламываем кусочек вафли. И все это едим. Очень сладко и вкусно. Но еще вкуснее с клубникой и ммдемсом внутри вафель. Это вообще сладкий рай каждого ребенка. И осталось последнее. Это хашимаки. На горячую поверхность наливают жидкое тесто. Пока оно не успело схватиться, присыпают начинкой. Как правило, это курица с овощами. Затем блинчики переворачивают. И заворачивают на две палочки. Ну и поливают майонезом. Сверху посыпают имбирем, сыром или зеленым луком. Получается такой соленый блинчик с начинкой на палочке. Давайте такой приготовим. Это очень просто. Начнем с начинки. Нам нужно куриное филе. Берем две штуки и перекладываем в миску. Открываем барбекю соус. И поливаем им курицу. Также перчим и солим. Ну и перемешиваем руками. Ставим сковородку на огонь. И перекладываем на нее грудки. Через две минуты переворачиваем. И еще две минуты ждем. Можно отправлять доходить филе в духовку еще на 10 минут. А пока займемся овощами. Обычная белокочанная капуста. Разрезаем ее пополам. И нарезаем тонкими полосками. И теперь все это нужно еще хорошенько измельчить. Зеленый лук. Его просто мелко крошим. И последнее это морковка. Чистим ее. Нарезаем пластинками. А затем мелко в поперек. Готово. Скидываем все эти овощи в общую миску. К этому времени курица уже дошла. Достаем ее из сковородки. И нарезаем сначала на полоски. Затем на брусочки. И кубиком. Отправляем мясо в ту же миску, что и овощи. Перемешиваем. Начинка готова. Переходим к тесту. Нам нужно два яйца. Разбиваем их в миску. Что блинчики у нас были сырные, возьмем сырную добавку для попкорна. И добавим столовую ложку. Хорошо все это перемешиваем. Подсыпаем муку. По объему чуть меньше, чем в яичной смеси. Вливаем воду. И перемешиваем. Нужно балансировать водой и мукой, пока не выйдет абсолютно гладкое и жидкое тесто. Отправляем две столовые ложки теста на разогретую сковородку. И распределяем. Пока оно не успело схватиться, посыпаем начинкой, чтобы полностью покрыть поверхность теста. Ждем, пока схватится. И переворачиваем. Сейчас нам нужны палки для суши. Не разламываем их, а немного разогнув, зажимаем тесто. И накручиваем блинчик. Получается вот такая штука. Делаем еще. Когда все готово, поливаем хошимаки майонезом. И присыпаем зеленым луком. Получается точно так же, как и в Японии. Выглядит просто офигенно. Давайте пробовать. А эта штука меня очень сильно удивила. Несмотря на то, что все продукты самые обычные, вкус очень необычный. Даже не скажешь, что начинка это курица и овощи. Если вы хотите, чтобы мы продолжали эту рубрику, тогда просто ставьте лайки. Мне интересно, сколько максимум мои подписчики могут набрать лайков за день. Рекорд был 350 тысяч. Если вы сможете его побить, тогда я буду, наверное, самым счастливым человеком. И еще одно. Обычно я выпускаю видео в субботу в 8.30 утра. И думаю, может это слишком рано? Поэтому пишите в комментариях, я смотрю ролик в... и время. Во сколько вы смотрите этот ролик? Таким образом я смогу проанализировать и выбрать лучшее время для выкладки ролика. Также не забывайте подписываться на мой инстаграм и на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok